Если вы чувствуете, что у вас уже в глазах потемнело, не надо из себя героев помнить. В бою об этом не думают. На кону символ мужества оливковый берет. На путстве от офицеров-наставников и в бой. Быстрее, упор лежа. Раз, пять, пять, пять. Лучше нет, пять. Семь кандидатов и 12-километровый марш-бросок. На пути горные реки, непроходимые места, где до этого самым громким был разве что шелест, крылья в бабочке. Много физических упражнений. Попасть в цель на время и точность. Лежим, если мы просто лежим, отдыхаем. Я быстро поднимаю. Если будете халявить, будут замечания. Понятно? В этом году в лагере собралось около 80 школьников региона. В течение всей смены ребята соблюдали строгий, приближенный к военному и совсем не детский распорядок дня. Все по-настоящему. Борьба с сильным противником – завершающий этап. Юным спецназовцам пришлось провести спарринг против действующих обладателей оливкового берета. Все ради этого момента. Вы можете застойно с уважать. Достойно преодолели все испытания и получили право носить оливковый берет всего трое ребят. Артем знал, что будет в их числе, как только стал курсантом. И сегодня пришел к своей мечте. Самое тяжелое – это, наверное, бежать в противогазе, когда не хватает воздуха уже в конце. Мы дали дорогу десяткам уже офицерам и десяткам курсантов, которые служат в специальных учебных заведениях МНД и вооруженных сил, проходят обучение, и там они на ведущих ролях. То есть они подготовлены, приходят в данное учебное заведение с целью в глазах. Десять лет назад Краевое управление МВД заключило соглашение с педагогическим лицеем. И теперь в рядах полиции достойные офицеры. За десять лет, рассказали наставники, ни один из прошедших этот путь не уволился и не совершил правонарушений. Заслужить оливковый берет – честь, не уронить которую теперь – дело всей жизни. Евгения Даровская. Наши новости. Продолжение следует.